Но есть уже не только прогнозы будущих потерь от блокады. Экономисты говорят и об убытках, которые уже заметны. Например, в феврале промышленное производство в Украине сократилось более чем на 4%. И это после 5% роста в январе. Об этом в своем твиттере написал известный шведский экономист и дипломат, специалист по экономике Восточной Европы Андерс Аслунд. На фоне сообщения о том, что блокада ставит под угрозу почти 100 тысяч рабочих мест в промышленности, это все-таки серьезный негативный сигнал. Другой негативный сигнал – это поезда с углем, которые теперь едут из Донецкой и Луганской областей в Россию. И это тот самый антрацит, который критически важен для украинской энергетики и который теперь придется покупать в Южной Африке или США. Каждые сутки из Украины вывозится в Россию до 10 тысяч тонн антрацита. Только за первые три недели марта границу между Россией и Украиной пересекли свыше 3,5 тысяч вагонов с углем. Кстати, по оценкам экономистов, чтобы закрыть дефицит такого угля, придется тратить ежегодно около 4 миллиардов гривен. И это еще вполне оптимистический прогноз.